МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Так уж устроен человек, что на какие-то аспекты своей жизни он обращает свое внимание только когда с ними возникают те или иные проблемы. И эта непреложная истина относится не только к здоровью или материальной обеспеченности, но и к менее важным, но необходимым составляющим нашего существования, например, к общественному транспорту. В столичной мэрии прошли публичные слушания по проблеме функционирования ночного общественного транспорта. Споры длятся уже давно, что удивительно. В каждой европейской столице есть такая городская услуга. На эту тему и поговорим с нашими гостями, муниципальным советником от партии социалистов Станиславом Вартаняном и экономическим экспертом Сергеем Тафилатом. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Ну, итак, прошли слушания. И как проходили? Наверное, вопрос вам. И какое мнение, или что высказала по этому поводу профильная комиссия? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что действительно это очень хорошо, что этот проект, он сейчас на повестке дня, на повестке дня муниципального совета, не прямо в повестке дня следующего заседания, но он уже в профильной комиссии. Более того, очень хорошо, что уже несколько месяцев в пилотный проект запущен. И, наверное, это один из первых проектов за многие годы в муниципальном совете, в примарии в целом, когда муниципальные советники и примария совместно с гражданским обществом запустили какой-то совместный проект. Что я имею в виду? В прошлом году, когда были, в 2015 году, когда были выборы примара, к примеру, не знаю, как другие кандидаты, но я знаю, что у кандидатов партии социалистов Зинаины Петровны Гречаны в программе был ночной транспорт. Мы предлагали сделать все, чтобы внедрить такую услугу. Дальше, чуть позже, через несколько месяцев, по-моему, в начале этого года, общественной организации, вот Адриан Плешко с Арашом Мео, насколько я знаю, подключились. Да, он тоже вот эту инициативу начал медиатизировать по своим каналам, запустил сбор подписей. Мы способствовали тому, чтобы его голос был услышан в муниципальном совете. Я лично на одном из заседаний муниципального совета попросил, его пригласил, и мы дали ему слово. Поэтому это вот такая была, все, в принципе, фракции согласились, что это хороший проект, и надо его продвигать, потому что это общемировая, не только в Европе, общемировая практика, и даже есть в странах СНГ, в России. И для некоторых даже необходимость. И необходимость, да, для некоторых необходимость. Тут и для тех, кто работает, для молодежи, которая иногда бывает у кого-то в гостях и так далее. Вот. В итоге мы попробовали, муниципалитет пошел навстречу, примария пошла навстречу, запущен был пилотный проект, и по итогам проекта есть проект-решение, который, в принципе, этот пилотный проект делает постоянным. То есть, чтобы в муниципалитете в Кишиневе ходили несколько маршрутов. На постоянной основе, то есть уже как данность. Да, зимой и летом до определенного часа, до часа, или до двух, до трех, то есть как бы сейчас это решается. Сегодня прошли слушания. Понятно, что слушания были, как бы, с одной стороны, хорошими, корректными, правильными, но, с другой стороны, конечно, не очень-то они начались хорошо, потому что в примарии, на сайте примарии было объявление о слушаниях, тем не менее, в 10 часов, когда было объявлено слушание, никого не было, вот Сергей не нас соврать, и только в 10.30 пришел Маргоч, который сказал, что я даже не знал, что должны быть слушания. То есть, опять, абсолютно рассинхрон между внутренней примарии, между дирекцией транспорта, между пресс-службой, между примарами и так далее. Это еще раз подчеркивает, насколько все-таки, насколько, какой бардак, в принципе, происходит. Лично мэру, видимо, ночной транспорт не нужен, значит, он уже не дергает туда за веревочкой. Вот, по сути слушаний, в принципе, были высказаны, мы об этом, наверное, поговорим более подробно, и Сергей расскажет позиции, интересные вещи, которые он сегодня высказал. Были высказаны позиции от различных общественных организаций, мы со стороны, с нашей стороны, со стороны профильной комиссии и со стороны нашей фракции тоже высказали нашу позицию, мы, наверное, сегодня ее еще раз озвучим. В целом, по итогам публичных слушаний, мы решили, что мы все эти предложения систематизируем, я предложил, чтобы они были положены на бумагу, и представлены профильные комиссии, через которую потом с ее авизом придет этот проект решения на заседание муниципального совета. Следует отметить то, что в час дня, через буквально полтора-два часа после завершения публичных слушаний, было заседание профильной комиссии, на которой этот проект также рассматривался. И он, в целом, получил положительный авиз. Ну, я думаю, по деталям проекта мы сейчас поговорим. Да, будут дополнения. Я понимаю, есть какая-то финансовая нагрузка на столичный бюджет, вызванная тем, что появятся такие маршруты? Пока что да. Пока что да, потому что, во-первых, не была проведена кампания информации о населении. Люди просто не знали, что есть такая услуга. Вот, допустим, ребята из проекта «Урашумел» даже провели опрос, неделю 1800 граждан напросили, и выяснилось, что процентов 30 вообще не знали, что есть такая услуга. Поэтому для того, чтобы троллейбусы заполнялись, людей нужно проинформировать должным образом. Значит, немного вернуться к тому, как этот проект вообще появился. Значит, ребята из проекта «Урашумел» это ученики, это студенты, то есть мы тоже были студентами, и знаем, что денег в кармане не так много. И обсуждали, может быть, как-то выйти с инициативой в примарию, чтобы продлить маршруты, чтобы троллейбусы ездили до часу, до двух ночи. Мы выступили, ребята обратились ко мне, чтобы мы грамотно сформулировали обращение, значит, и мы предложили сначала провести технико-экономическое обоснование, посмотреть, где есть спрос, в каких районах, где нужно открыть ночные маршруты, может быть, нужно создать другой ночной маршрут, не выбрать существующий, но сделать отдельный. Кроме этого, провести анализ расходов, смотрите, во сколько нам это обойдется. И кроме этого, есть еще другие, скажем так, позитивные стороны, потому что люди остаются допоздна в городе, это значит, они тратят больше денег, и из этих денег поступает больше налогов в бюджет. Кроме этого, у нас есть вокзалы, у нас есть аэропорт, люди как-то тоже должны добираться. То есть все эти факторы нужно учитывать и в итоге посмотреть, стоит делать, открывать этот проект или не стоит. Примария решила, значит, все-таки открыть пилотный проект, взяли два маршрута. И то, петиции, ребята за неделю собрали 10 тысяч подписей, что показало, что да, у людей есть такой интерес, открыть ночные маршруты. Это не значит, что все подписавшиеся будут его использовать, но в целом жители города воспринимают это положительно. Мы попытались своими силами, то есть гражданские активисты, обратиться к РТЕКу, после чего передали в примарию эти петиции. Нам отказали. После этого, благодаря тому, что за нас, скажем так, вступились два муниципальных советника от партии социалистов, Александр Петрович Комаров и Виталий Макан, мы вместе пошли в РТЕК, и вот благодаря этому этот проект был запущен в июле месяце. Есть распоряжение примара. Александр Петрович Комаров, он глава профильной комиссии. Да, совершенно верно. Отдельное, я думаю, спасибо, от лица, так сказать, всех горожан за эту идею, потому что, например, я по своему опыту знаю, что, проработав в нескольких довольно крупных европейских городах, в той же Праге, например, 9 ночных маршрутов. Я уже не говорю о том, что там метро до двух ночи ездит, но я еще назвал 9 автобусных, а есть еще трамвай, ночной трамвай. В Вене, там их порядка 12, кажется, ночных таких вот трамваев, которые ездят спокойно по расписанию. У них расписание на остановке висит, и практически не было случая, когда бы он не пришел вовремя. То есть там это все наработано, и поэтому не понимаю, почему... То есть привлекательности города, как туристического центра и так далее. Конечно, есть масса людей, которые хотели бы изучить, допустим, ночную жизнь города, и кто-то привязан, может быть, и к работе, и к каким-то другим вещам, из больницы возвращается, посетил родственника, поздно, как оттуда выехать. Автовокзалы, железнодорожный вокзал. То есть масса причин, которые побуждают нас к мыслям о том, что и в нашем Кишиневе должна быть такая услуга. Много заведений работают, допоздна до 11, до 12, и работникам, у работников нет возможности возвращаться домой, должны такси заказывать и так далее. Но это дополнительные расходы, которые... Добрый. А насколько дорого может обойтись такая услуга Кишиневу? Значит, из тех данных, которые представил нам господин Мургоч, складывается картина, что каждый день эта услуга стоит 6 тысяч лей с копейками. Это только один маршрут? Нет, это все маршруты. Все маршруты? Да. А сколько всего? Нет, все два маршрута, все два маршрута. Маршрут номер 22, маршрут номер 24. Четыре троллейбуса на каждый маршрут. Значит, едут они с 11 до 2 часов ночи. Расходы составляют 6100 лей почти. Сборы составляют в среднем 1640 лей в день. Но, опять же говорю, если провести нормальную кампанию по информации населения, то я думаю, что этот проект может дойти через определенный срок до самоокупаемости. Таким образом, чтобы не накладывать дополнительное бремя на муниципальный бюджет. При таких раскладах, значит, господин Мургоч отметил, что в год эта услуга обойдется бюджету дополнительно в 3 миллиона лей. Все это в среднем 250 тысяч лей в месяц. Ну, как вы думаете, запуск такой услуги. Но, то есть, насколько... Ведь я помню времена, когда в Кишиневе начали троллейбусы были, потом, видимо, стало это очень дорого, и сейчас мы снова хотим настоять на том, чтобы столичные городоначальники нам предоставили эту услугу. Есть какое-то сопротивление от столичной мэрии по этому поводу? Здесь, опять же, вернемся к нашей петиции, которую ребята подготовили. Кроме того, что есть расходы, никто не считает доходную часть. Люди остаются допоздна, люди тратят деньги, открываются новые заведения, то есть от этого тоже поступает определенная часть дохода. То есть это косвенные доходы, которые, в общем-то, сопутствующего характера, на которые напрямую завязаны. Абсолютно, да. Но этого никто не считает, потому что для этого нужно провести ТО, технико-экономическое обоснование. Тогда будет более ясная, четкая картина. Кроме этого, проведение ТО и проведение опроса кишиневцев даст возможность понять, а где должны, как должны проходить эти маршруты. Может, есть смысл создать новый маршрут именно для ночного транспорта. Посмотреть через какое количество, то есть насколько часто должны ездить троллейбусы, раз в 20 минут, раз в полчаса. Допустим, до часу можно почаще. До часу ночи троллейбусы могут ездить чаще. После часа, допустим, можно... Ну а логистика вот этой услуги кто-то занимается в мэрии? Наверняка можно, я так понимаю, если вдруг не хватает своих сил, так привлеките общественников, они вам быстро все посчитают. Логистика в каком смысле? Ну вот, где должен проходить маршрут? Как часто? Вот как раз то, о чем вы говорите. Взяли проект пилот. Не, ну смотрите, во-первых, этим должны заниматься специалисты в управлении транспортом. Если у них нет специалистов, они должны где-то их аутсорчить, то есть где-то их найти. Теперь, по поводу того, где и какие маршруты и где они должны останавливаться, какой... То есть мы... С какой периодичностью? Да, с какой периодичностью. Мы сегодня в том числе и предложили вместе с вот с этими двумя пилотными, с этим пилотным проектом одновременно возродить идею и как можно быстрее прийти к идее того, чтобы на всех троллейбусах установить GPS. Это первая часть. И вторая часть все-таки прийти к электронным билетам. То есть такая модернизация общественного транспорта? Ну, раз уж браться за это, то уже делать все. Для чего это нужно? Первое. Мы устанавливаем, если мы устанавливаем GPS, это для AirTec, для управления транспортом и для Primari. Это хорошая возможность контролировать и проверять, насколько эффективно работает предприятие. Знать, кто, где, как, сколько ездит, количество километража и так далее. Это первое. Второе. С точки зрения простых кишиневцев, это очень интересная и очень простая услуга, которая он может либо на своем телефоне видеть, когда подходит ближайший троллейбус к тому месту, где он сейчас находится. Он, к примеру, сидит где-то там в баре или отдыхает. Должно быть какое-то приложение электронного. Ну, к примеру. Ну, это сейчас. 21 век сейчас. Сейчас приложения, они копеечные. То есть, как бы, относительно... То есть, разработать возможно. Абсолютно, да. Они могут идти вместе с софтом, вместе с GPS-ом. Это все не такие же большие деньги. Даже грант можно на это... Абсолютно, конечно. Тут вопрос желания и политической воли. Это вот второй момент, когда человек может знать. Третье. Это могут быть панно на остановках. Человек приходит на остановку, он знает, что ближайший следующий троллейбус будет через 32 минуты, или через 5 минут, через 7 минут. Как в метро, к примеру, в Москве или других городах. Да, в других столицах. Вот. Это вот такое применение, которое могло бы действительно модернизировать. Теперь, к электронному билету. Вот очень интересное и простое применение. Если мы внедрим и перейдем постепенно все-таки на электронный билет в подавляющем большинстве, или полностью перейдем на электронный билет, мы знаем тогда очень легко, в каком месте, на какой остановке, сколько человек садится. Таким образом, мы можем легко автоматически через отчеты, софтовые отчеты, мы можем видеть, какие остановки востребованы в какое время. И тогда мы увидим через отчеты, тогда еще будет легче понять, какие остановки нужно оставлять ночью, а какие... Пассажиры потом будут... Абсолютно. Если это все будет. Но это, конечно, дело будущего, потому что электронные билеты связаны с денежными потоками. Мы понимаем, что все-таки там, где есть наличные деньги... Есть и наличные интересы. Да, наличные интересы. Это лафа для чиновников, коррумпированных чиновников. Мы сейчас не будем обвинять никого, но как бы... Есть такой риск. Есть такой риск, да, что где-то какие-то чиновники, какие-то функционеры в Артеке могут каким-то образом все-таки неучтенные деньги идти куда-то налево. Поэтому, конечно, переход на электронные билеты, он будет более тяжелым, чем GPS, потому что я уверен, что будет сопротивление. И, скорее всего, и именно поэтому в прошлом муниципальном совете, я специально после сегодняшних слушаний зашел в архивы и нашел проект решения, он торпедировался 6 или 7 раз в прошлом муниципальном свете. То есть он не набирал необходимого количества голосов. Сегодня кто-то говорил, что возможно, потому что не была принята система, общая концепция развития муниципального общественного транспорта. Хотя оно, в принципе, есть. Формальных поводов мы видим. Но, опять-таки, мухи от котлет. Общая система развития муниципального транспорта, это хорошо и правильно, но это не мешает ничего отдельно внедрять более быстро отдельный проект, чем ждать пока общего. Конкретное решение. Конкретное решение, которое сделает более эффективным с точки зрения финансового менеджера для примария, для муниципия, эту сферу, транспорт, электротранспорт. И, с другой стороны, сделает очень интересным, хорошую, нормальную, цивилизованную, по-настоящему европейскую, цивилизованную, общемировую услугу для простых горожан. Потому что сегодня практически уже нету человек, который с кнопочным телефоном, у всех смартфоны, даже у детей. Рассчитаться нужно посредством мобильного кошелька. Ну, да, вы, наверное, один из трех процентов. Да, поэтому сегодня это настолько легко внедрить и настолько это дешево относительно больших проектов, что я думаю, мы должны это делать как можно быстро. Да, здесь еще можно дополнить следующим, что если будут внедрены GPS-датчики на троллейбусах, правильно Стас сказал, что можно разработать аппликацию для смартфонов, и сидя удобно в кафешке, где-то возле остановки, я знаю, что через несколько минут подъедет троллейбус. Я не сижу и не мерзну. Ну, во-вторых, троллейбус может ехать по Штефан Чалмаре, а может завтра ехать по Букуреште. Я сижу, жду на Штефан Чалмаре, он, оказывается, не едет по этой улице, он едет по другой. Для этого и нужна эта карта. И ты можешь идти, ездить на любую остановку, которая не рядом с тобой, а чуть-чуть там, квартал дальше, и посмотреть, через сколько будет там троллейбус. Через 15 минут ты говоришь, ага, мне туда идти 5 минут, я пошел через 10 минут, успею на ту остановку, и все. Кроме этого, у самой компании, у троллейбусного парка появляется программа компьютерная, которая показывает, какой троллейбус, во сколько выехал, где останавливался, и вообще выходил он, выезжал он на маршрут или не выезжал. Потому что создается, нередко появляются конфликты. Люди говорят, что не было троллейбуса. Троллейбусный парк говорит, да, он у нас был, он вот здесь написано, что... По отчету вот он. Когда есть GPS, деваться некуда. Там четко можно распечатать отчет, когда троллейбус выехал, когда он приехал и так далее. Буквально сегодня было на слушаниях, кто-то из активистов как раз сказал, что расписание не учитывается. Зачастую все-таки троллейбусы не приходят с тем режимом, который как бы обещан и заявлено. В то время как, может, очень классно, что нет, такого нету. Ну вот как теперь проверить? Нужно сидеть с секундомером, сидеть, это снимать секундомер, ну это же 21 лет. Ну удивительно, потому что я наблюдал картину, когда вот все же в других городах, и не только, наверное, Европы, где удавалось побывать, расписание общественного транспорта совпадает с его функционированием. То есть написано, что в 17.32 должен трамвай появиться, и ты думаешь, ну а если там где-то перегородили пути, и как он справляется с этим? Ответом на мой вопрос становилось появление трамвая в 17.32. Он появлялся, и я, конечно, не задавал своих вопросов, был благодарен муниципальным властям этого города, за то, что они, в общем-то, следят за тем, чтобы транспорт функционировал строго по часам, и это уважение к своим согражданам, потому что, ну, в данном случае, что у нас происходит? Мы вас обеспечили общественным транспортом, что вы еще хотите? Но как он работает? Качество услуги. И качество услуги. Вот вы упомянули о том, что кишиневцы не были осведомлены о том, что есть ночной транспорт. Но практически 100% всех троллейбусов оснащены рекламными какими-то там источниками. Я уж не говорю там про бегущую строчку, про голос за кадром, который звучит в троллейбусах, где можно было эту рекламу эпизодически озвучивать и говорить, уважаемые кишиневцы, для вас теперь и ночные троллейбусы. И тогда было бы здорово. Внимание, внимание. Да, это было бы здорово. Совершенно верно. Не на каждой остановке там можно что-нибудь наклеить, какую-то информативную. Перспектива этой идеи какова? То есть будут ли у нас эти, сколько там, два маршрута окончательно установлены? Сейчас дорабатываются идеи уже исходя из тех результатов, которые были из наблюдений, скажем так. По данным троллейбусного парка получается, что с 11 до 12 самый большой пассажиропоток, процентов 70, с 12 до часу ночи процентов 25, и маленький процент уже 5-7 процентов, после часу, с часу до 2. То есть исходя из этих данных, разрабатывается окончательный график, как будут ездить в летнее время и в зимнее время. Ребята из УРАШ выступили с предложением еще сделать отдельный график для выходных. То есть в течение недели, допустим, троллейбусы будут ездить до часу ночи, а на выходные можно продлить график до 2. Потому что, собственно говоря, в пятницу, в субботу молодежь и люди среднего возраста гуляют, отдыхают, отдыхают. И это уже будет обсуждаться на муниципальном совете. Но в целом все отзывы были... Ну и еще один момент, который хотелось бы действительно затронуть. Это может быть, с одной стороны, мелочь, но с другой стороны, ну это принципиальный момент. Наша фракция за это выступает все-таки, чтобы цена за билет не повышалась. Хотя мы понимаем, что в принципе 2-3-4 леи это нормально для ночного транспорта. Потому что, ну все равно, если ты идешь гулять или где-то остаешься, то хотя бы у тебя должен быть какой-то запас денег, 5-10 леи, ну ты должен иметь. Понятно, редко бывает так, чтобы ты вообще без копеек. Но уже если уже делать это как услугу, то стараться все-таки оставлять ее так. Как решит муниципальный совет, не знаю. Но мы все-таки будем настаивать, чтобы в финальном решении неизменно была бы эта маржа. То есть эти 2-3 леи оставались. Здорово будет, потому что, в принципе, насколько я знаю, наличие ночного общественного транспорта оказывает влияние, в общем-то, неожиданно, на криминальную статистику. Ведь когда нормально функционирует общественный транспорт, и больше людей на улицах, они понимают, что они не брошены. И нет стремления только как можно быстрее, пока последний троллейбус в 11 заканчивает. Ну и на так, давление на бюджет, я думаю, не сильно ощутимое. Потому что бюджет Кишинева примерно 3 миллиарда лей. Мы говорим о дополнительных расходах порядка 3 миллионов лей. То есть это 0,1% от бюджета. С возможным сокращением, если будет увеличиваться. С возможным сокращением, абсолютно. Я думаю, что да, поток будет увеличиваться по одной простой причине. Потому что с каждым месяцем количество людей, которые об этом знают, будет больше. И уже люди, зная, что троллейбусы ходят от 2 до 3, они будут спокойно себе планировать выходные, выходы. Знают, что они спокойно сядут. То есть люди уже будут спокойно понимать. И, кстати, вот к этому добавляя, к примеру, если уже будет GPS, и будут люди знать, когда вот пришел утром один троллейбус, через сколько будет другой, они не будут заполнять один троллейбус до отказа, чтобы он еле-еле не пробиться. Они скажут, ну хорошо, я подожду еще 3 минуты, зная, чтобы GPS придет следующий. И спокойно будет. То есть это внесет порядок. Очень интересный вопрос. Не будет халат, как в последний троллейбус влезаешь, как селедка. Ты знаешь, через 4 минуты 100% придет следующий троллейбус. И так, что хорошо, пусть этот проезд подожду. Да, здесь комфортно. Немножко развить эту идею. Значит, у нас есть пиковый пассажиропоток, особенно утром, когда люди едут на работу, и вечером, когда люди возвращаются с работы. Имея GPS-данные, и имея электронное этикетирование, можно понять, когда спрос, или когда пассажиропоток наиболее большой. И тогда можно утром, допустим, участить график выезда троллейбусов. Допустим, раз в 5 минут. Допустим, с 7 утра до 9 утра. Потом уже можно этот график сделать... Уменьшить количество троллейбусов. Это будет эффективность и для АРТЭКа самого. Для этого нужно проанализировать пассажиропоток. И это можно сделать только с помощью электронного этикетирования. И одно время... И это позволите сократить расходы троллейбусного парка? Да, эффективность. Лет 30 назад наблюдал картину, когда, ну не знаю, общественники, либо это сотрудники управления электротранспортом столицы, находились на остановках и фиксировались, так сказать, поштучно, то есть сколько человек на остановке в это время. Поехали, отслеживают, куда они едут. Вот они с этими группами людьми передвигались. Я не знаю, сколько... Конечно, было бы интересно узнать... Я тоже задал этот вопрос, потому что мне было интересно. Результаты такого исследования. Значит, происходит немного следующим образом, что кондуктор при выезде на маршрут фиксирует номер билета. И когда она доезжает до конечной остановки, допустим, выехала в 10, приехала на конечную в 11, кондуктор фиксирует, сколько билетов было продано, и это показывает, сколько пассажиров было перевезено за этот промежуток времени. Абсолютно верно. То есть не сидит там кто-то с карандашом на остановке и считает. Ну, это с этой статистикой работает кто-то. Ну, опять же, есть погрешность, есть это нужно ссылаться на... То есть доверять конкретному лицу. Явно муниципальные советники с этим не работают, потому что, ну, как бы это не работало муниципальных советников. Ну, мы должны понимать, что мы не можем вмешиваться и следить за всеми муниципальными предприятиями. Там мусор убрать за кем-то, стройку установить, здесь строить транспорт. Советники должны разрабатывать стратегии, принимать законы, продвигать какие-то вещи, лоббировать в хорошем смысле слова интересные проекты от гражданского общества. Вот работа советников, работа законодателей. Гражданское общество, да, есть среди гражданского общества эксперты, есть группы, которые продвигают новые проекты. Но в целом это работа управления транспортом и самого АРТЭКа. Тогда вот ваша реакция. Мне интересно на события вчерашнего дня, когда много говорилось о контракте на термоизоляцию с Европейским банком по реконструкции и развитию. Что вызвало вопросы? И что вообще собирается термоизолировать? И почему вдруг сейчас в разгар зимы практически? Я хотел бы сказать, что, к сожалению, как и последние годы, последние 10 лет, наш премиар подписывает что-то, а потом приходит в муниципальный совет и требует, и просит, и требует, что вот какие-то его хорошие, благие намерения мы должны теперь завизировать, легализовать и сделать. То есть взять на себя ответственность. Значит, мы прекрасно понимаем, что в любом случае любые инвестиции, любые деньги, в том числе и гранты, которые приходят в страну и в Кишинев, это хорошо. Ничего плохого в этом нет. Вопрос другой. Вопрос, каковы механизмы возврата денег? Это раз. То есть очень много вопросов. Во-вторых, непонятно. Очень много вопросов вообще в процедуре, как это все подготавливалось. Насколько я понимаю, публичных слушаний не было. Нет. Раз. Кто довел этот контракт? Никто не видел. Ни гражданское общество, ни мы. Да, Ринкер так и видел. Да, Ринкер так и видел. Два. Какие здания будут выбираться? Кто их будет выбирать? И какие критерии? Кто-то знает? Нет. Никто не знает. Каким образом, какие механизмы, как будут возвращаться деньги? Никто не знает. То есть он подписал. На горизонте появились десятки-десятки миллионов долларов, которые нужно осваивать. И возвращать. В том-то и дело, что осваивать, он думает, что будет он, а возвращать будут другие. Кишиневцы. Кишиневцы. Повторяю, ничего плохого в том, что инвестиции приходят, нет. Вопрос в том, что как они будут использоваться, насколько общество и муниципальный совет, и гражданские общества, и эксперты будут вовлечены в этот процесс. Потому что есть очень большая вероятность, что часть этих финансов опять уйдут налево. На всякие фирмы-прокладки, на бесконечных условных юрий дырты, и ДНД. Уже известно, как это было с улицей Федько, когда переделали снова контракт в сторону удорожания. Да. Поэтому мы будем настаивать. Мы знаем, что наши коллеги по другим франкциям, и я буквально сегодня читал у Руслана Кадряна в Фейсбуке, было письмо с требованием публичного слушания. Мы также будем на них настаивать, мы полностью это поддерживаем. То есть мы будем сейчас стараться, опять-таки, вывести как можно больше информации на поверхность, транспарентизировать процесс максимально, так как мы... Вот нам удалось, ну не случайно, но тем не менее, нам удалось приостановить эту аферу с парковками, которая была задумана под то, что этот состав муниципального совета не будет отличаться от предыдущего, и практически автоматически примет этот проект. И уже в январе, феврале, я помню, этот парклассистом делал уже пресс-конференцию, говорил, что вот с января мы уже начнем собирать деньги. Это о платных парковках. Поэтому очень не хочется, и я уверен, что просто так мы не допустим того, чтобы, опять-таки, такие огромные финансы легли на плечи граждан, в то время как условные дырда и условные компании, приближенные к либеральной партии, опять осваивали эти деньги на какие-то непонятные здания мимо муниципального совета, даже не мимо муниципального, а мимо горожан, грубо говоря. Здесь еще стоит отметить одно. Привлечение кредитных средств означает дополнительное бремя на бюджет, на муниципальный бюджет. Кто у нас утверждает бюджет? Муниципальный совет. То есть совет должен дать добро на то, чтобы примар подписывал, брал какие-то дополнительные финансовые обязательства на бюджет города. Это первое. Второе. Из пресс-релиза Европейского банка по реконструкции и развитию написано, что деньги выделяются Кишиневу на термоизоляцию муниципальных зданий. Это первое. Второе. На сайте примарии уже пишут, что деньги выделяются на термоизоляцию муниципальных зданий и жилого фонда. В том числе и частые. Уже внесли свою поправку. Потом. Намерения, в принципе, хорошие, потому что у нас, если посмотреть на статистику, расход тепла на квадратный метр в три раза выше, чем в европейских странах. Почему? Потому что у нас порядка 20-25% тепла уходит, потому что нет изоляции труб. и еще процентов 40-50 теряется, потому что нет изоляции зданий. Как эти проекты реализуются в других странах? Делается термоизоляция зданий и меняется система подачи тепла. У нас сейчас вертикальная подача тепла, когда у кого-то на девятом этаже тепло. Да, и он открывает форточку, и тепло просто теряется. А у кого-то на первом этаже холодно, и он мерзнет. Но платят все одинаково. Когда делается горизонтальная подача, это практически как автономное отопление. Я могу поставить себе термостат и могу программировать, когда у меня в квартире, в какое время суток будет тепло. Если я с 9 до 7 на работе, значит у меня прохладно, 17-18 градусов. Я могу сам регулировать количество тепла, учитывая, сколько денег я на это трачу. Сделав изоляцию дома и сделав систему подачи горизонтальную, автоматически расходы на тепло падают процентов на 40. То есть если я раньше платил 1000 лей, после этого я буду платить 600 лей. Появляется экономия средств. Вот из этих средств и делается возврат расходов по термоизоляции. Не должно это бремя лечь на муниципальный бюджет. Почему? Потому что 25 миллионов евро хватит на утепление, скажем, энного количества домов. Допустим, возьмем 100 домов. У нас в городе есть 3800 домов. Получается что? А налоги платят все. Получается что? Мы все скидываемся, чтобы сделать ремонт кому-то? Это неправильно. И как решить, кто получит, а кто? Мировой банк, проведя отчет по аналогичным проектам в Румынии, именно это я отметил, что, ребята, проекты должны быть окупаемые. То есть возвращают эти кредиты бенефициары, у которых уже сократились расходы по теплу. В итоге у нас что получится? Граждане не будут платить больше. Будут платить то же самое. Только часть уходит на тепло, часть на возврат кредита. Но у них уже более комфортные условия проживания. Квартира уже стоит другие деньги. И ты имеешь полную возможность регулировать тепло и иметь комфортные условия. Но насколько я знаю, что вот в этом проекте, который у нас сейчас они собираются делать, то часть все-таки на граждан, то есть граждане чуть-чуть должны еще и больше платить. Часть от термоизоляции. Простой житель дома должен будет еще из своего кармана вытащить. То есть это будет учитываться при платежках? По сути это работает примерно следующим образом. В финансовое время на граждан можно даже не накладывать, делается проще. Есть ассоциация жильцов дома. Ассоциация берет кредит у Примарии или у Европейского банка развития и возвращает его в течение 10 или 5 или 10 лет из экономии средств. Потому что тепло уходит меньше, за тепло нужно платить меньше и получается экономия средств. Из этих денег и возвращаются эти кредиты. То есть так работает эта система в других странах. У потребителей таким образом счета уменьшаются или они сохраняются? Расходы месячные остаются теми же, но часть уходит на оплату тепла, остальная часть, которая экономия, на покрытие долга. И через 5 лет уже мы будем платить меньше. Останется только тепло. Да, и в идеале так и должно быть. Но я так понимаю, что то, что попытается подписать столичный мэр, это как раз несколько иная схема. Получается, это бремя ложится на бюджет муниципия целиком. Абсолютно. И таким образом мы все рассчитаемся за... Именно поэтому, чтобы прояснить ситуацию, там есть еще и другие вопросы, чтобы прояснить ситуацию, мы вместе с коллегами подали, сделали обращение в премарию 28 ноября с просьбой провести публичные слушания, чтобы все эти вопросы задать. Кто будет проводить тендер, какие именно жилые дома будут участвовать в этом проекте. Да, и кто будет осуществлять эти работы. Кто будет организовывать тендеры. Какая комиссия. Кто туда входит. Конкретно имя, фамилия. Кто будет проверять качество работ и сметы, чтобы не было завышения ц. Это предусматривает любой проект. Мы должны знать четко, кто за это отвечает. Какие жилые дома будут входить в этот проект. Надо же хоть как-то понять, что, каким образом, какое видение у премарии для реализации этого проекта. Потому что пока мы только знаем, что есть кредит, есть подписанный договор. А что туда входит, как это будет реализовываться? Абсолютно не знаю. И, кстати, аналогичные. Здесь появляется вопрос. Окей, если там выбрано, допустим, 50 домов. Приходит ассоциация жильцов. Ребята, мы тоже хотим попасть в этот проект. Кому обратиться? Прийти и заплатить кому-то, чтобы... Нет, ребята, должны быть четкие прописанные условия. Вот такие-то дома допускаются, когда процентов 70 минимум жильцов согласны. Когда нет просроченных долгов. То есть должны быть четкие условия, кто может участвовать в этом проекте. Только так. Буквально за несколько дней до подписания данного кредита. Я знаю, что от лица профильной комиссии господин Комаров также отослал, выслал письмо с требованием разъяснить и предоставить материалы, чтобы понять все-таки, что происходит, что будет подписываться и какова роль муниципия в этом всем уравнении. Но вот как мы видим, что вот ребята еще в ноябре выслали, профильная комиссия тоже вот на прошлой неделе выслала. Пока ответа нет. То есть динамики не видно. Как обычно, мы видим от примарии, от примара односторонние вперед, не обращая внимания ни на кого. Посмотрим. В любом случае, он должен прийти в муниципальный совет, потому что должна быть одобрена концепция развития термоизоляции, вообще энергоэффективности муниципия на период с 2013 года и 2020 год. Интересно, у нас с 2013 года у нас сегодня 2016. То есть частично проект уже начался, а он сейчас только приходит в муниципальный совет, чтобы его легализовать. То есть мы уже об этом сегодня вначале говорили, то есть схема. И буквально сегодня на этой же профильной комиссии второй или третий вопрос, кроме ночного транспорта, был именно вопрос по одобрению концепции энергоэффективности. Насколько я знаю, я говорил, очень коротко попереговорил с господином Комаровым за полчаса до начала комиссии, он сказал, что мы зададим у нас большое количество вопросов, но поскольку даже глава департамента, отвечающий за международные отношения, Габриэль Чумак, она сказала, что она не придет, не может и, скорее всего, пошлет одного из своих залов. Это говорит о том, что... или не было никого? Не было никого. Да, я просто... Агентство по энергоэффективности. Все, то есть они даже никого даже не прислали. Вот видите, я не успел просто проверить. Это стратегия на 600 с чем-то миллионов евро. Евро, да. Она, видимо, расписана уже за кулисами. Именно в этом состоит и ухищрение. Мы встречались вчера с коллегами... Значит, на этой неделе мы встречались и с фракцией социалистов, и с фракцией ППМЕ. Вот предстоит еще встреча с фракцией коммунистов. Общался с господином Штефанец. Ухищрение состоит в том, что примар хочет, чтобы совет, муниципальный совет одобрил этот план, где учитывается и термоизоляция домов, и для Ломтеха, и для троллейбусного парка. Это вообще доходит до миллиарда доходят вообще до 2020 года. После утверждения концепции он уже с себя снимает обязательства, потому что подписан договор на основании принятой концепции. Причем я уже вижу, как на муниципальном совете, когда мы начнем задавать неудобные вопросы, даже не ему, скорее всего, он не придет. Потом на следующий, в понедельник, на планерке примария, он будет говорить, вот, опять совет не дает мне работать, опять тормозит, буксует. То есть, мы опять приходим к порогу очередного этапа, очередной серии шоу и цирка, к сожалению. Но, по-другому, к сожалению, никак нельзя, потому что, ну, если мы это сейчас просто так пройдем мимо этого, деньги опять уйдут в никуда. Для отвода в глаз будет делаться 10 или 15 или 20 процентов из того, что могло бы делаться, остальное все будет уходить никуда. Поэтому будем давить, я надеюсь, и очень, я уверен, что и все фракции совета, ну, наверное, за исключением либералов будут наставить на том, чтобы все-таки такие огромные деньги не уходили к примару без контроля. И уверен, что и гражданское общество, и лично Сергей, и другие представители гражданского общества подключатся по максимуму, особенно Сергей, потому что он один из, наверное, один из лучших и самых адекватных экспертов энергетики, кого я знаю, кого мы все знаем. Еще интересный факт, вот я встречался с директором термоэлектрики, потому что за отопление у нас отвечает предприятие термоэлектрика. Они много времени ходили за примарией, чтобы их представитель хоть как-то попал и попытался разобраться, что это за проект, что туда входит. Мы нашли с коллегами, как такие проекты реализовываются в Румынии, в Ясах. И примар Яс приглашен 16 числа здесь на конференцию. Дурен Киртуак сказал, что он не придет, ему это неинтересно. То есть, он боится неудобных вопросов или неудобных параллелей. То есть, вы представляете? Там, допустим, в Ясах составили гид для управляющих домов, чтобы они могли понять, какие документы нужны, как это происходит, какие условия для того, чтобы попасть в этот проект, как это должно реализовываться, кто за это платит. То есть, четко, понятно, транспарентно, что за проект, что мы хотим сделать. У нас, получается, только размахивают договорами. С подписями. Вчера показывал. Окей, никто не против. Инициатива хорошая. Но давайте посмотрим реализацию. Что мы будем иметь в итоге? Вот это нас интересует. Вот, может, там, что все запущено. На что мы подписываемся? Насколько все запущено? Вот то, что Сергей сказал. Еще раз, чтобы все понимали, телезрители понимали. Проект о термоизоляции. Это, в том числе, отопление. Это компания, которая представляет услуги отопления, термоэлектрика. Представители компании не дали ознакомиться с деталями проекта. Проект на много сотен миллионов долларов. То есть, предприятие вписано как годная составляющая? Я уже просто вижу, как они будут проводить акты выполненных работ по заоблачным ценам, как и трубы, и работы будут, если их не контролировать, там дома будут золотыми просто. Там один дом будет, огромные, огромные сметы, которые будут уходить в карманы фирм-прокладок. Будем видеть, наверное, каких-то необычных гастарбайтеров, которые будут, не знаю, из Соединенных Штатов Америки выписаны для того, чтобы продолжить термоработку. Мы уже общались с группой работников, которые проводили работы по утеплению, по ремонту школ, поликлиник и так далее. И они рассказывали, как делается это. Берутся бригады, которые используют некачественные материалы или более дешевые, делают все так, как получится, для того, чтобы через год, через два еще раз делать, еще раз выделить бюджет. То есть вот так у нас работает. Мы с этим не согласны. Нас это не устраивает. Если делаем, то должны делать качественно, транспарентно, чтобы было понятно, для кого что делать. Один маленький пример в дополнение к тому, что было сказано по поводу работ. Нашумевшая история с детским питанием. Дирекция образования. У нас есть информация, была информация по поводу того, что бывали тендеры, где описание работы было как ремонт фасадов. Вместо этого в реальности меняли стеклопакеты. Деньги списывались как на фасады. Почему? Потому что просто какие-то близкие кому-то фирмы занимаются стеклопакетами, им нужно было просто деньги освоить. Просто очень денег. Это называется ремонт фасадов. Очень нужно будет денег. Дирекция образования, школы и детские сады. Друзья, программа уже приблизилась к финалу, и хотелось бы что сказать. Я понимаю, что так сказать, обуздать то, что вырвалось на волю сегодня в Кишиневе, это очень сложно. И то, что кишиневцы сегодня наблюдают, что происходит с городом. Бесконтрольная вырубка деревьев, непонятно, как ремонтируются столичные дорожные и тротуарные артерии. и если уже даже европейские дипломаты пишут и говорят, уважаемые, как-то надо что-то сделать с этими тротуарами, невозможно ходить. Туристы не приедут в такой город. И наверняка трудно найти кого-то, кто планировал посетить Кишинев именно с туристической целью. То, что будет дальше происходить, все будет, конечно, зависеть, наверное, от нас. И здесь я только могу пожелать вам удачи. Мы со своей стороны журналистов будем наблюдать и освещать все это. Надо искать способы, надо искать методы для того, чтобы изменить городскую среду нашего города. Сегодня есть одна хорошая новость. Стараемся, чтобы их было как можно больше. То есть, в принципе, не так все прямо уж плохо. Хорошо, что в принципе в этом униципальном совете и более-менее состав намного более адекватный. Я думаю, Сергей это подтвердит. В прошлый совет там вообще не с кем было работать. И с другой стороны, все-таки по сравнению с четырьмя, годами ранее сейчас гражданское общество все-таки более выкистализировалось. И появились несколько групп, несколько людей, активистов, которым действительно не все равно. Разного уровня экспертизы, разного уровня эмоционального подхода. Есть эмоциональные люди, есть менее эмоциональные. Но вопрос в том, что все-таки в этом совете и в сегодняшней ситуации этим ребятам невозможно делать то, что они делали многие годы. Поэтому я думаю, что мы сможем из этого проекта, из этих проектов, в том числе и ночной транспорт, и по термоизоляции выйти тот максимум, чтобы кишиневцы на себя почувствовали изменения в лучшем. Чтобы начать троллейбус и не стали ночным дозором. Спасибо за разговор. Будем помогать вам всеми возможными средствами нашими журналистскими и следить за тем, как будут развиваться события. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Станислав Артанян и экономический эксперт Сергей Тафилат. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин